Друзья, всем привет! Данила Медведев. Даня, я тебя поздравляю. Очень интересный матч против Саши Бублико. Расскажи мне, пожалуйста, что было в первой партии, особенно в начале. У меня прям сердце замирало после каждого укороченного, как тебя прям таскали к этой сетке, и я прям нервничала очень ты. Да, на самом деле, ну, естественно, я знал, что он будет делать. Короче, надо это делать против всех, тем более против меня. Я далеко стою. Поэтому это было понятно. То есть, в принципе, главное держать глубину, и тогда ему будет тяжелее укорачивать. У меня не всегда это получалось. Наверное, это, в принципе, единственное матч, где, может быть, я бы мог что-то чуть-чуть лучше сделать. На самом деле, опять же, про условия. Было очень странно, потому что, оказывается, центральный корт раз в пять медленнее. Я думаю, что это было хорошо для меня, но я не был к этому готов. Поэтому, опять же, привыкание. И, по-моему, у него было что-то два эйса, четыре-два них. У меня ноль эйсов. Хотя в предыдущем матче мы там все делали по десять эйсов. То есть, совершенно другой корт. Нужно было время адаптироваться, и я рад, что, опять же, сумела играть только лучше и лучше. А в какой момент адаптировался? При каком счете? Помнишь так по ощущениям? Я думаю, что уже в конце первой партии, где-то там на счете 3-3-4-3, уже я начал играть, как примерно играл до конца. То есть, в принципе, когда были розыгрыши, считаю, что многие из них я выиграл. То есть, если особенно они затягивались. А если они были короче, он шел к сетке, тогда уже там, конечно, как пойдет. Поэтому в момент, да, когда я почувствовал эту уверенность, что в розыгрышах я его немного давлю, стало чуть легче. И рад, что на тайбрейке удалось это как раз-таки использовать. Я сейчас таким простым человеческим языком задам вопрос. Я правильно понимаю, что в матче против Саши Бублика очень важно не раздражаться? Потому что очень много таких нетривиальных каких-то решений он принимает на корте. И главное, как бы, ну, не беситься. Если быть максимально честным, беситься лучше вообще никогда не надо. И неважно, с кем ты играешь. Это в идеальном мире. Но я бы скорее сказал, что нужно быть очень сконцентрирован на себе и на том, что ты можешь сделать. Потому что он играет непредсказуемо. Он может иногда укоротить, иногда пробить. Это как бы в каком-то смысле от тебя не зависит. Опять же, если хочешь, чтобы он много укорачил, надо стараться держать длину, ему будет тяжелее. То есть нужно делать все от себя завищееся. Это вот примерно то, чем я занимаюсь на грунте. Чтобы я вышел и сказал, я как бы сделал все, что мог, выиграл, проиграл, выиграл. Отлично проиграл следующий турнир. Да, не мы тебя отпускаем. Интенсивный матч. Дальше больше. Спасибо тебе большое. Спасибо.